План Соломона в Украине. В чем его главная задача и в чем главное проявление? Мы, знаете, на начальном этапе украинской войны пока, так скажем, ждали ответа, какую же сторону выберет украинская элита в лице президента и его, так скажем, окружения. То есть ватикановскую или саксонскую. По определенному стечению обстоятельств было понятно, что украинская элита выберет Ватикан. И пока она не выбирала саксонский проект, проект, так скажем, Хазария и так далее на территории Украины, он не был актуальным. Он был. Хасиды старались, пытались или что-то уже делали, создавали. Там какие-то поселки строили, какие-то свои религиозные, так скажем, заведения создавали. Все это понятно. Выделилось финансирование. Были публичные люди из Украины, которые этим занимались и в Нью-Йорке тоже. Это было не актуально. Это просто было желание какой-то религиозной организации или от имени народа иудеи. Сейчас, когда украинская элита выбрала сторону Ватикана, для саксов опасно иметь ватикановский проект Украины у себя под боком. Ей нужно иметь выход или контроль всех портов Украины. Это все-таки морская держава, мы с вами не должны забывать. Ее докторина до 1930 года – это Причерноморье, Черное море и Южный Кавказ. Ввиду этого сейчас почему бы не запустить или не согласоваться с российской элитой, не с Владимиром Путина, с российской элитой на постпутинский период введения в эту территорию, так скажем, иудейского народа. Ведь, в принципе, евреи считали, и Ашкенази в основном, их считали германскими евреями или евреями Ватикана. И сейчас стратегический союз между евреями и Ашкеназией, мы с вами на вашем канале об этом говорили, люди могут вернуться к этому эфиру, посмотреть. Евреи открыли свое представительство в Ватикане, они расширяют сотрудничество или, так скажем, его публично выносят на политическую, так скажем, площадку. Это означает, что готовится… Вот евреи же всегда, хотя Ватикан всегда же хочет сидеть на двух стульях. То есть, если Хазария получится в Украине, мы будем одним из его создателей, будем хорошими друзьями будущего проекта Хазария в Украине, на территории Украины. Почему бы нет? Я хочу сказать, что, Саш, здесь проблема многих народов определяется в том, что народу должны для себя ответить, какое им нужно государство. Мононациональное или многонациональное. Пока вас из крайности в крайность несет. Это первое. Мононациональное – это не обязательно нацистское и фашистское, понимаете? Потому что, к сожалению, на ваших эфирах есть фашисты, но в любом случае мононациональное – это не фашизм, это не армянский вариант. Кстати, на совещании по решению мира в Украине в Давосе для меня самым слабым маленьким штришком является присутствие Армении. То есть, где Армения, где Украина, секретарь Совета Безопасности Армении присутствует на этом мероприятии. А как он может повлиять? Как союзник России повлияет на остановку войны или на мир? Нет, он повлияет как представитель Ватикана. То есть, лишний флаг, лишний мандат, лишний голос, лишнее место, значит, в ООН и так далее. Таким образом, Ватикан создает вот такую атмосферу, там, предположим, 50 стран и так далее, и так далее. Ну, это такие страны, в общем, Вась, когда вышел, допрошелся. Вот, поэтому я хочу сказать, Саш, пока национальная элита Украины не определит для себя доктрину своей государственности, а здесь ключевым является в первую очередь национальная государственность, а потом все старое – экономический проект, военный проект, союзники, друзья, потому что это будет формироваться из ваших интересов. Пока вы не ответили на этот вопрос, какие же у вас интересы, никто не знает, как с вами строить отношения. Поэтому вас колбасит, и ваша политическая элита, я думаю, что, понимаете, мне ее жалко, потому что имеют такую страну, которую они сами создали, поверьте. Им же говорили, что будет война, они строили дороги, они не готовились. К войне не готовились, они дороги строили. Я хочу сказать, что сейчас они остались у разбитого корыта. И сейчас кто покажет шоколадку, туда и бегут. Но это не обязательно, что ее вам дадут. Они могут ее показывать, как показывают до сегодняшнего дня. Поэтому мне трудно, но мне очень жаль. У меня прогрессивных или хороших прогнозов для Украины нет. Мобилизация. Ответы есть. Мобилизация в Украине, прям процесс и политический, и общественный, и резонансный, и научный, и мировоззренческий. И кто-то называет линией раскола, кто-то попрание, переформатирование общей конституции. Вроде как отозвали, да, вот этот проект, который отправили правительство назад. Но ведь это отмечают люди, живущие в Украине. Они просто смотрят и понимают, что пока вот это обсуждается, да, вот там, кто-то предстает защитником конституции, прав человека и, ну, собственно, там, уклада в Украине. Кто-то предлагает какие-то альтернативы, кто-то, собственно, соглашается, что альтернативы мобилизации нет, но нужно как-то по-другому. В это все, в это же время, да, вот рассмотрение происходит. То, что происходит, имеется в виду мобилизация, там, ругаются с военкомами в автобусах. Я думаю, что до вас, ну, как бы доходили вот эти, скажем так, процессы. Я просто вот, понятно, что я не призываю вас там комментировать или что-то. Мне просто интересно, смотрите, получается, что это две параллельные реальности. То, что на институциональном уровне и то, что вот, ну, как бы внизу на земле. И одно другому уже перестает соответствовать. Следующий, ну, вот, вот если мы там констатируем вот этот процесс, да, то следующий по логике шаг и дальнейшее, скажем так, развитие событий, каким будет, исключительно на теоретическом и таком, ну, скажем так, уровне, ну, государством, государственном уровне, построение государства. Смотрите, Саша, я, конечно, на эти вещи не смотрю, так как у вас хорошие эксперты к вам приходят, как они, так скажем, профессионально разбирают эти вещи. Я, к сожалению, всегда стараюсь посмотреть, что за занавеской. Потому что то, что показывают по телевизору, для меня, в моем понимании, оно имеет конкретную цель. А вот заказчик или цель, которая за занавеской, я пытаюсь ее разглядеть. Я хочу процитировать, привести три примера и сделать свои выводы. То есть, какие я выводы сделал, почему? Первый пример – это то, что, например, предположим, на встрече всемирного, будущей встрече всемирного экономического форума в Швейцарии, господин Зеленский заявил, куда приглашено более 100 стран, и в том числе Армения. Зеленский надеется, внимание, цитирую, что предстоящий саммит станет трамплином для разработки плана будущих переговоров с Москвой. Это первая констатация. Здесь отложите. Второй. Он на футболке пишет, в общем, цифры, это, в общем, территориальная целостность в рамках 91-го года. Это второй посыл в Москве, что не пяди украинской земли. И третье – с выборами, с мобилизацией. Про выборы я уже молчу. Здесь я делаю вывод, что пытается усидеть на разных стульях, протянуть свое политическое, так скажем, присутствие в Бумонде украинском. Я думаю, что к ним будет много вопросов. Ну, например, вопрос о том, что Умеров там раскопал на 10 миллиардов гривен каких-то, в общем, коррупционных схем. Там вопросов много и даже масса. После двух-трех лет, так скажем, активной войны Украины с Россией, я думаю, что Украине общество более радикально разделилось и более радикально в состоянии принимать решения за преступления против страны. То есть, если раньше можно было это смазать и соскочить, сейчас смазать и соскочить, я думаю, не получится. Мое видение, что закон о мобилизации отозван по рекомендации Лондона. Почему? Потому что принятие этого закона мы включаем 45 дней, и в Украине будет альенде. Я написал, что как только объявили, что будет такой закон, я сказал, что конец февраля до 10 марта в Украине будет альенде. Потому что налогоплательщиков молодых украинцев нет. Я думаю, что это как компания, фирм, так и работающих уже нет. Те, кто ушли на войну, или коллеги, или инвалиды, или погибли, остальные защищают родину. Рекрутов нет. Если мы начнем бить по-живому, в том классическом понимании украинскому, то есть по молодежи, по населению, работающей, или, так скажем, рук, которые работают, то это, в принципе, в стратегическом плане уничтожение Украины. Появляется второй фактор. Если украинцы все должны идти на войну, тогда вопрос, почему дети, родственники высших элит не идут на войну? Почему они учатся за рубежом? И в том числе дети ваших депутатов. Понимаете? Следующий вопрос. Если на войну, почему мы воюем, а у вас рестораны, дискотеки? Я не говорю, что это плохо. Наоборот, хорошо, экономика как-то должна работать. Но война-то должна быть для всех. То есть вот эти вопросы в обществе, плюс неудачи. Украинцев неудачи, об этом вам не говорят. Отсутствие финансирования, мы скоро это увидим в начале февраля, кризис. Отсутствие военной помощи, международное давление на Украину. По всем вопросам, по всем линиям. Я думаю, что как только включат вот этот фактор рекрутов или мобилизация, я думаю, что это конец лет на 30 украинскому народу, потому что некому будет фактически, как вам сказать, продолжать рот. Генофонд Украины, он попадет в очень тяжелое положение. Я еще не знаю, через 30 лет в состоянии ли генофонд Украина восстановится или нет. Это первый фактор. То есть мы говорим об исчезновении украинского народа. Если нет государства, образующего украинского народа, значит нет государства Украина. Вот я как на это смотрю, в моем понимании. И я считаю, что эта политика, как вы правильно рассказали, по Стамбулу, по другим направлениям. Подписали, отписались, потом взялись, Арахами взял, слил Джонсона. Вы думаете, что англичане это не запомнили? Запомнили. Смотрите, всегда говорят, что исламский мир, там, не знаю, столетия помнит все, что было с ним. Исламский мир, это мы научились у англичан. Как только они пришли, они этому научились. То есть доктрина так называемой исторической памяти, она преподается в вузах Лондона и преподается в специальных службах в Великобритании. Поэтому, а не то, что Арахами слил Джонсона, который потом отказывался, что я здесь ни при чем, это все, в общем, наговор и так далее, я думаю, что это уровень доверия к вашей элите, уровень доверия к вашим политикам. Я считаю, что он абсолютно нулевой. Абсолютно нулевой. И лично пытаются с вашими не связываться, не откровенничать, не доверять и так далее. То есть все используется, управляется Украиной в рамках своих интересов. Если раньше это было и в том числе одевалось в гуманитарную форму, что мирное население, там голод, там, не знаю, убийства. Сейчас это тоже убрали. То есть как себя ведет ваша элита, так и поступают в лице элиты с Украиной. То есть доверия нет. Это хочу сказать. И я думаю, что как только это будет, а это обязательно будет, в противном случае, если не делать это, а нет вооружений, нет снарядов, нет всего лишнего. А Владимир Путин заявил, неформально, ведь ваши же ведут переговоры. Я всегда говорил, что они ведут переговоры. Вот вопрос господину Кулеба, откуда он знает, что Путин не хочет перемирия? Путин ему сказал. Где это заявили? Кто заявил? Какое политическое лицо России заявило, что мы не хотим переговоров? В России только один дирижер. Это ансамбль одного композитора. Говорил об этом Путин? Нет. Господин Кулеб, откуда вы это знаете? С чего это вы взяли? Кто вам это сказал? Значит, вы ведете переговоры. А я на ваших передачах говорил, что вопрос стоит в пяти областях. Пять областей нужны. И Владимир Путин сегодня, завтра, как только получит отмашку от Лондона, он их заберет. Пока отмашки от Лондона нет. Понимаете, если вы, например, не слушаетесь, Вова Путин наступает. Если вы слушаетесь, Вова Путин ведет позиционные войны. Вот и все. В России же вопрос к Путину, почему ты не даешь нам право ввести по всем направлениям войну против Украины, и ее победить разом. Только на конкретных направлениях. Вы думаете, у россиян нет вопросов к Путину? Есть. Они понимают, что это управляемая война. И Путин ведет управляемую войну. Вот о чем я хочу сказать вам. Не надо обижаться. Здесь нет слова, я за россиян или я за украинцев. Я против войны раз. Я против агрессии, оккупации чужих территорий два. На себе почувствовал в Баку, что это такое. Это неприемлемо. Просто странно получается, если Лондон управляет и Киевом, и Москвой, и это все в рамках битвы с Ватиканом за будущий условный план и, ну, Соломон. Формат, да, план Соломона. Так а смысл? Ну, вот я просто, понимаете, в чем дело? Я в завершении хочу всех призвать подписаться на телеграм-канал Фигурета Шабанова, YouTube-канал, который мы отстояли всем миром в свое время. Спасибо, Саша. И вашим читателям, слушателям большое спасибо. 72 тысячи людей пожаловались в YouTube и восстановили мой YouTube-канал. Благодарю. Кстати, заказчикам уничтожения моего YouTube-канала были в Украине. Товарищи из Украины. Ну, разные есть товарищи. Я о чем? Я о том, что если это все, как бы, в рамках этого плана, то какая от него выгода? Ну, вот смотрите. Англичанам? Да, вот, потому что я вижу... Дорогой, это же просто. Не додумывайте. Нет Украины в Ватикановской. Мы хотели, чтобы Украина была саксонской. Она не стала. Она, как вы правильно... Вы умница вообще. Я опять говорю, в вашем сегменте YouTube вы далеко смотрите. И вопросы у вас такие. Смотрите, сто лет назад... Я говорил на вашем же канале. Вашу историю саксы знают лучше всех. Сто лет назад что было в Украине? Они сейчас попытались это сделать. Потом, я не знаю, люстрация, набу... Ну, не получается. Вот как не все... Как говорил Черноморий Деньг, хотели как лучше, получилось как всегда. Так как в Украине все получается как всегда, а не лучше ли, грубо говоря, ее дипломатически держать в форме тлеющего угля до 1925 года, до начала битвы с Китаем? После того, как начнется битва с Китаем, а я уверен, что Россия, ну, может быть, не в лице Путина, предположим, в лице Патрушева, станет частью антикитая, то пора разрешать вопрос, германский вопрос. То есть создать условия, когда Германия в Европе де-факто будет оккупантом, который будет делить с Россией Украину, не будет в Ватикановской Украины. Почему Германия? Германия сейчас стала стратегическим союзником Лондона. Давайте вспомним ось Берлин, Рим и Токио. Это все возвращается. Сейчас этот проект, опять же, и работает. Что получат Саксы? Получат Хазарию. Что такое Хазария? Гарантия безопасности евреев в Украине – это выход к портам. А мы с вами знаем, что исторически на протяжении создания человеческих религий, в религии христианства, ислама заниматься расставщичеством – это грех или гора. Поэтому со времен создания религии заниматься финансом – этот удел отдан иудеям. Они контролируют даже китайские торговые маршруты, но не как хозяева, бенефициара, а как менеджеры, которые на этом, естественно, зарабатывали. Так вот, самые лучшие менеджеры – мы вам даем гарантию безопасности на территории Украины. Вы нам даете порты, вы обслуживаете нашу логистику, вы обслуживаете наши финансовые потоки. Что может быть лучше для Саксов? Мы с вами должны вспомнить о том, что несмотря на то, что была Англо-еврейская война в 40-х годах, все-таки она была под мандат на Великобритании, Израиль. И Англия выступала против создания государства Израиль. Сейчас она не против, но только на территории Украины. Об этом не пишут. Ведь проект нового Хазаря в Украине не с потолка жопал. Секрет. И все-таки, ну, мир же какой? Бизнес-план какой? То есть, есть план Соломона, есть бизнес-план Соломона. Исходя из этого, ну, простите, но вот если так просто попытаться здраво посмотреть объективно на процессы, там, разбитая Украина войной, разбитая, нищая, 11 миллионов пенсионеров, которые умрут, если им не заплатят. Ну, это Зеленский говорит. А удары по портам, которые наносила Российская Федерация, то есть, это ущерб инфраструктуры. Мы, которые отрабатываем по Крыму, да, тоже по инфраструктуре и по кораблям, по бухтам, там, по ремонтным заводам. Ну, получается, простите, то есть, бизнес-план этот, о котором вы говорите, он напоминает вот эту историю, там, да, как в песне, по-моему, мы мир до основания, а потом. Позвольте поправочку. Компания BlackRock перенесла свой главный генеральный офис в Лондон. В прошлом месяце компания BlackRock провела в Лондоне совещание или встречу в Верхах по выкупу всех активных, так скажем, в финансовом плане интересных кейсов недвижимости Европы. Она стала выкупать то, что принадлежит Ватикану. Я же публикую на своем телеграм-канале, просто немножко нужно додумывать. Теперь вопрос. Мы говорим план Соломона. Есть план Большой Афганистан, есть план Большой Ближний Восток, есть план Большой Кавказ. Только как матрешка через планы, то есть, объединяясь с минимума по максимуму, создается глобальная территория. Невозможно создать глобальный исламский мир и управляйте. Там живут персы, им нужен проект. Там живут тюрки, им нужен проект Туран. Там живут арабы, им нужен свой проект. Например, тот проект, о котором я говорю, про короля Песейна. Вы поймите, Саша, вот чтобы большую территорию управлять, нужно этим территориям, этим народам или территориям, которые будут населены какими-то народами, дать идею. За что? Вот народ Израиля будет благодарен, что их спасли от нехороших собратьев семитов-арабов, войну, которую сами же, я имею в виду, за океаном спланировали, чтобы евреи оттуда ушли. Ну, пора заканчивать эту ситуацию, потому что мы начинаем зеленую энергетику, а Израиль нужен был только за нефть и газ. Сейчас нефть и газ уже уходят, пора с Израилем заканчивать, выстраивать более глобальную конструкцию глобального юга. Израиль будет молиться нам в Великобритании, спасибо, что вы нас спасли, нам дали государство, нам дали территорию. Таджики, которые живут в Таджикистане и таджики, которые живут в Афганистане, в Таджикистане 6, в Афганистане 9, они будут объединены, они будут говорить, спасибо, Лондон, мы, наконец, большое государство саммонидов восстановились, восстались пепла и так далее, Саш. Это же все в истории есть, клянусь Богом, ничего нового нет. просто вернитесь в истории на 100 лет назад и вы это все увидите. Они, уходя, разделили, чтобы при восхождении вернуться, так же, как северной и Южной Кореей, так же, историю с Тайванем, Сингапуром, Малайзией, теперь они возвращаются своими же минами, которые заложили, заложены были ими, ими же возвращаются. Тот же самый вопрос с раздела Индии, Пинджаб, Кашмир. Они сейчас на этой базе будут возвращаться, поверьте. Секрет, это как, знаете, вот эта вот история с, ну, там, биржами, Форекс, там, Криптомир сейчас популярен, да, вот эти все, когда графики, там, цена растет, цена падает, ты заходишь в сделку, твоя задача вовремя выйти, и есть разные там, ну, скажем так, стратегии торговые, минутные, там, часовые, там, недельные, недельные есть. У меня тогда в финале, вот чтобы точку нашего разговора поставить, а кто заходит в сделку на 100 лет? В моем понимании, это мое мнение, кельты. Поэтому на территории Украины решено создать государство Галиция. Галичане являются наследниками кельтов, чтобы вы знали. Я публикую у себя телеграм-канале исследования украинцев, которые пишут, откуда произошла Галиция, ваши археологические раскопки, это украинские высшие учебные заведения. В моем телеграм-канале есть, потому что, когда я об этом говорил, все смеялись. Но я решил тогда осчастливить украинцев, чтобы они поняли, почему появилась Галиция-СС, а не, например, я не знаю, Львов или Киев, или Донецк, а Галиция. Почему она так и называлась? Потому что они пришли на территорию Украины из Германии. В Германию кельты попали с востока. В английском или, так скажем, в Туманном Альбюне они в основном осели в Шотландии, поэтому они разные. И сейчас все, что про проект мы говорим, вот, например, один украинский ваш блогер взял, исследовал, изучил последние, по-моему, 15 или 17 президентов США. Так они все из Шотландии. Не слишком немного для 200-миллионной Америки последние 15 президентов все из Шотландии. Что за странность? Там нет Латинос, там нет афроамериканцев, индусов, там вообще нет, например, с украинскими, с российскими корнями. Я понимаю про исламский или третий мир. С этим вопрос понятие. Вот так скажем, белая раса, почему все из туманного альбюна? Вот на эти вопросы, когда человек все найдет ответ, я думаю, что она не будет вызывать смеха, Саша. Почему все оттуда? Секрет Шабанов. Все, есть такое выражение «все там будем», а есть выражение «все оттуда». Спасибо вам большое за ваше время и ваше место. Спасибо, Саша. До свидания. Друзья, берегите себя, всем добра и света, увидимся обязательно. До скорого.